Привет, мальчики и девочки, меня зовут Василий Захаров, за кадром Евграф, как всегда мне помогает. Привет! Как всегда снимаем ваши любимые коктейли, и наши тоже, сегодня прям мои любимые, прям вкусняшки мои. Потому что сегодня у нас коктейли на чем? Правильно, на Саузенкомфорт. Ту-ду-ду-ду-ду, оп. Ту-ду-ду-ду. Вот это вот обожаю, кстати, это пойло, прям реально. Спасибо компании Эльвайн за то, что нам предоставили вот этот вот ликер. Не то, чтобы его прям вообще нереально найти, но прям реально сложно. Даже в Москве он продается, мягко говоря, не везде. Ну и понятно, что ни в одном обычном магазине, ни в Ашане, ни в Метро, ни в Ленте, ни в Перекрестке, нигде он не встречается. В Эльвайн это можно перейти по ссылочке в описании и ввести промокод ЕДИНТВ, и получить скидку 30% на весь ассортимент, кроме тех позиций, на которые и так уже есть скидки. Ну это типа логично, мне кажется. Так вот, короче, Саузенкомфорт. Значит, я познакомился с этим напитком, когда работал на Казантипе. Нам принесли одну бутылочку на два бара, по-моему. И сказали такие, типа, Ласян, надо продать вот тебе, хорошая бутылочка, надо продать ее. Я говорю, а что это? Как что это продавать? Что это такое? А говорит, ну вот представь какой-нибудь там, я не знаю, апельсиновый, медовый какой-нибудь джек. Я говорю, о да, здорово. Давай, думаю, попробуем. Давай попробуем. Ты пробовал? Нет, кстати, никогда не пробовал. Давай. Буквально, по капелюшечку. Он очень мягенький, 35 градусов здесь всего. И, короче, так он мне понравился, что я, как в фильме Укуриный, или как он назывался, ты постоянно баняешься этой травой? Ты бы ее хоть продавался ли кому-нибудь? Да я продал на прошлой неделе два бокса. Кому? Себе, е**. И мне, короче, так понравился Саузен Комфорт, что я себе продал всю бутылку. Практически за смену. Через несколько дней нам принесли еще одну. И мы и вторую также продали уже с напарником, значит, себе же. Мы пили его с колой. Это, собственно, самый простой напиток Саузен Комфорт Кола. Так и называется... Сахарный удар. Не-не-не, называется то ли Саузен Кола, то ли Комфорт Кола. Я не помню. Но мне, на самом деле, нравится. Это для многих сладковато. Но я из тех людей, кто в Ром-Колу еще и капельку Малибу добавлял. Придуман был он 100 лет назад. Ну, это типа какой 100? 200? А я сейчас скажу, в 1874 году. Вот. Запатентован чуть позднее. Значит, был мужчина, который придумал его. И он делался на Бурбоне. Исключительно на Бурбоне. Там добавлялся какой-то там стручок ванили. Что-то там гвоздичка, не гвоздичка. Настаивалось там в районе 10 дней со специями. И чуть-чуть подслащивалось потом уже итоговый готовый продукт. После того, как, значит, чудесный мужчина запатентовал, что этот напиток почил в базе, право на напиток переходили от компании к компании. И, короче, в какой-то момент ребята перестали делать его не то, что там типа на Бурбоне, вообще на Вискаре. Перестали добавлять просто какой-то, ну, типа нейтральный зерновой спирт и добавки. Потом он перешел к компании, по-моему, Браун Форман. Браун Форман продала этот бренд в компанию Сезерак. Саузен Комфорт и по сей момент принадлежит компании Сезерак, которая обещала вернуть виски в Саузен Комфорт. Сейчас это ликер with whiskey. Там есть в составе виски. Да, появился, появился, то есть его не было. Короче, очень-очень классная штука. Мы сегодня делаем, раз нам досталась эта бутылка, мы делаем три простых напитка, значит, три твиста на классику. Саузен Манхэттен, Саузен Мул и Комфорт Коллинз. По сути, Саузен Комфорт для тех людей, которым слишком крепко с виски, и не сладко, они такие, добавим лучше ликерчик. У них, во-первых, ну, я уже поговорил, да, здесь 35% всего, то есть он сам по себе как бы, как дети в школу заходят. У них есть обычные нормальные версии, там, типа, 80 пруф, ну, соответственно, 40 градусов. Вот, все, все очень просто. Все коктейли готовим просто методом билд-стир, вот эта вот вся история, значит, лед в каждый бокальчик. Это первое, что нам нужно. Я, короче, буду делать Саузен Манхэттен, который типа Манхэттен, который типа делается стиром, намеренно в таком стаканчике, потому что я всегда делаю себе, например, свой любимый Махнеттен в таком бокале. Мне нравится со льдом, как бы как олд-фэшн, пустите в бокал. В Роксе, а почему-нибудь, а почему? Просто больше влезает. Во-первых, я, да, двойной, как бы, обычно делаю. Во-вторых, удобно по квартире передвигаться с таким бокалом. Ну, типа, нормально, ничего не выпадает, там, никуда не выливает. А с этой коктейльной рюмочкой, как бы, ну, простите меня. Простите меня, пожалуйста. Это, значит, у нас для Саузен Мул и здесь для Комфорт Коллинз. С этим все просто. Делаем вместе с красным сладким вермутом. Все это дело замешиваем. Просто, ну, я думаю, что даже не в равных пропорциях, а все-таки два к одному сделать, потому что это действительно сладкая штука. Наш красный сладкий вермут тоже сладкий, и поэтому все так произошло. С этим все. Гастурочки нам чуть-чуть понадобятся еще. Буквально тынь-тынь-тынь. И готово. Здесь у нас все очень быстро и так обводняется, потому что лед не идеальный, как и все в этом мире. Значит, дальше Южный Мул. Значит, снова опять Саузен Комфорт. Кстати, вот обратил внимание, очень удобные выемки. Ты прям вообще очень любишь Саузен Комфорт. Прям оживился, когда его увидел. Да, не серьезно. Я прям давно хотел и что-то вот как-то... Ну, тут все просто, значит. Нам нужно две унции моего любимого напитчика. Можно чуть побольше. Две унции, это 60 миллилитров Саузен Комфорт и джинджер бир. Прям даже комментировать еще не буду. Сейчас сразу полетят какахи, короче. Это не эльф. В рецепте бир вы используете эльф. 300 рублей вообще бутылочка стоит. Да ладно. Чуть не доверху, я лучше еще льда подложу. Мы же все-таки не джинджер бир пришли попить. Из конца-то в конец. И немножечко мяты. Просто для украшения она вообще там не обязательно. Ее там вообще может и быть-то не должно даже. Но я сегодня заправляю вечеринкой, поэтому у меня мята будет. И последний, наш быстренький штришок. Еще в идеале, конечно, если вы хотите быстро все отдать гостям одновременно. Сначала наливаете сюда, 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 везде Саузен Комфорт, потом быстренько делаете все остальное. Так, нормальные бармены готовят вот так. Так, и последнее, значит, последний напиток на непозначимости. Нам понадобится 50 миллилитров. Оп, чуть перелил Саузен Комфорт. В рецепте указано 1 четвертая столовой ложки сока лайма, но мы сделаем все неправильно и добавим лайма. От души. Это там прошлый лайм оставался где-то. Потому что содовая, которая потом идет в этот напиток, она тоже типа лаймовая. Лайм, лайм, леймон, сода. Леймон, лайм, сода это спрайт. Еще сахар на то добавить. Зачем она сахар? У нас сладкий этот. Леймон, лайм, сода это спрайт. Ну, короче, значит, мы все делаем не так. Давай немножечко с сахарного сиропа еще капнем, и получится тебе спрайт. Лайм добавил. Давай не будем портить напиток. Это же Коллинз. Ну ты так спрайт должен был налить туда по рецепту. Это Коллинз, это лоу АБВ вообще хороший напиточек. Ну ты хочешь, чтобы я испортил его? Ты этого хочешь? Ну сделай, сделай типа спрайт из содовой. Короче, лейте спрайт просто и все. Чуть-чуть лайм. Ну или сэвэдап, кстати. Все, коктейльчики готовы. Наконец-то попьем. Давай, Рожжу. Иду, 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 иду. С Новым Годом. Ну, с чего ты хочешь начать? Ого. Я с краю. Моя хата с краю, ничего не знаю. Ну давай я тоже. Давай. С наступающим. Какое сегодня число? Не знаю, декабрь. Понятно, что декабрь. Кайф. Там типа сладко слишком, я бы еще даже сахарочку добавил чуть-чуть. Ну просто на мой вкус Коллинз и не должен быть сладким прям. Не, вообще огонь. Не, нормально, но можно не было. Не, не, не. Ну и можно было и без сладости вообще. Был бы легкий, освежающий. Ну это, конечно, очень приятный. Да. Манхэттен, Южный Манхэттен, как он говорится. Не, этот приятный освежающий. Вообще классно. Можно добавить было бы чуть-чуть. А здесь это без трубки? Да, можно. Могу трубочку тебе дать. Можно трубочку, мне кажется, удобнее будет. Давай. О, с имбирем-то хорошо. Он такой весьма имбирный. А что так сладко-то? Ну потому что там ты ногу налил, наверное. Имбирный, кстати, не сладкий. Вот этот вот джинджербир, он не особо сладкий. Он менее сладкий, чем там Канада Драй, например. Он больше имбирный. Да. Не, он сладкий тоже. Не, он, конечно, сладкий, но я имею в виду, что он не ультра сладкий. Ботаник или бриус. Кстати, если у вас такого нет, вы хоть можете приготовить. Я готовил, ссылка в углу. Прикольная штука. А это сколько стоит? 300 рублей. А, вот ты про него. Он есть. Вот, который я готовил дорого, стоил дешевле существенно. Слушай, мне вообще все нравится, короче. Вообще огонь. Вот этот я бы добавил чуть сладости. Ну, короче, как в оригинале, там Sprite или 7-Up. Lemon Lime Soda. Я бы туда ее и налил. Но и так тоже хорошо. Так, если кто-то не любит сладкое, то типа, да. Блин, ну Sprite это же не Lemon Lime Soda. Lemon Lime Soda это Sprite или 7-Up. Это оно и есть. Это сто процентов. Мне кажется, он врет. Напишите в комментах, что он врет. Не содовая с выдавленным. Сейчас в комментах напишут, что содовая это на самом деле с содой. Нет. Это как Сан Пелегрино там, да, продает эти грейпфрут сода. Нет. Вот это вот. Нет. Lemon Lime Soda. Lemon Lime Soda это лимонад, грубо говоря. По сути, это лимонад. Ну, я считаю, что он прям вообще огонь. Ну, я бы добавил сахарочку. Так тоже можно. Как говорят воронеж. Дело вкуса. Манхэттен вообще супер. Да. То есть я не такой фанат Манхэттена, а вот этот я бы прям попил. Да, этот Манхэттен для не фанатов Манхэттена. Да, да, именно так. Он настолько легкий. А это получается, подожди, это мул этот, он просто имбирное пиво. Ну, на самом деле там от мулы вообще ничего не осталось, потому что здесь хотя бы вот эти вещи делаются с использованием виски. Ну, кружка. А здесь, да, да. Он тоже простой, билдом я не стал заморачиваться. Я хотел сначала там типа краша туда, лаймы подавить, там еще что-нибудь. А там два ингредиента просто. Тупо. Ну, типа джинджер-бир и сахар-конфорт. Спасибо, хороший коктейли. Очень классный, очень классный. Моя прелесть. Как давно я не видел тебя. Мне все нравится, мне бутылка нравится, мне вкус нравится. Хотя это, по сути, ну, сладенький, настойный каких-то там специях виски, который долгое время производился и вообще без виски. То есть нейтральный зерновой спирт. И я уверен, что здесь в том числе много его. Давайте почитаем состав. Состав. Вода исправленная, спирт этиловый, ректификованный, написано, прикинь. Я думал, мне показалось. Ректификованный. Нет, мне не показалось. Виски купажированный, висковый дистиллят, запятая вода. Ну, короче, компания Созерак обещала вернуть виски в состав, она его вернула. Как бы претензий нет никаких. Если вы хотите приобщиться к коктейлю, мне кажется, это вообще идеальный вариант. Просто любой коктейль там берете с барбоном, заменяете на Саузен Комфорт и будет вам счастье. Будет уклон в сладкую сторону, будет чуть-чуть поменьше градусов. Будет питкий, великолепный и, короче, огонь. Дамы и господа, шикарно. Я просто вот реально, несмотря на простоту, это просто типа какой-нибудь дешевый наверняка причем берут вискарь. Подкрашивают, подслащивают, добавляют ароматизатора, разбавляют это еще спиртом, чтобы было подешевле, чтобы не только виски использовать. И за счет имени и бренда продают это за 2 рубля. Красавцы и такие, как я, рады этому обманываться, восхищаться. И вас к этому же склоняю. Поэтому по ссылке в описании компании Эльвайн, и помимо этого тоже есть там из чего выбрать, промокод Едим ТВ дает скидку 30%. По ссылочке же в описании магазин барного инвентаря custom-bar.ru 10% скидка на барный инвентарь. По ссылочке же в описании текстовый рецепт. Все спрашивают, где вот он там. Чуть выше, чем ссылочка в описании, там колокольчик, короче, такой. Вот на него нажимаете? Да, да, на него. И будет приходить оповещение новых видосиков. Меня звали Василий Захаров, за кадром мне помогает Евграф. Пейте с умом, подписывайтесь на нас во всех соцсетях. С наступающим Новым годом, друзья. До новых встреч. Пока. У меня был как-то один этот подписчик, который спросил, типа, как посчитать, ну, типа, написано в частях, что это значит, а сколько это в миллилитрах. Этой серии тут недавно подруженцы жаловались, что она ходит там на курсы какие-то кройки шитья. И там попалась одна дама, значит, которая сначала не знала, как записать одну десятую. А потом выяснилось, что она даже не знает, что такое перпендикуляр. Ну, одно как бы другому соответствует, я бы сказал. Человеке все должно быть гармонично, я считаю. Если у вас вопросы по поводу того, что значит две части того, три части того, у меня для вас плохие новости. Вам не стоит заниматься юмором. Вы не в танцах.